Давай. Высоко? Очень. Ну а где же Голубин? О, ща, ща нарисую. Я люблю этот фильм, его эпизоды, эту голубятню люблю. Замечательная картина Якова Сегеля. Я бы отнес это даже не к классике советского кино, к классике мирового кинематографа. Я смотрю наше кино, специально ищу, вот в программе нахожу и смотрю своих любимых актеров, которых уже нет, но которые были такие нам дорогими и близкими, понимаете? Больной! Больной! Я вам кричу, больной, больной, а вы как будто бы не слышите. Как вас зовут? Гена вас! Я не в этом смысле. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Они легко могли не встретиться. Съемки фильма «Прощайте, голуби» начались в Севастополе без главной героини. Кастинг продолжался много недель, без результатов. И однажды режиссер фильма Яков Сегель зашел в ближайшую аптеку за таблетками от головной боли и увидел за стойкой продавца, ту, которую искал. Все решилось мгновенно. А ведь голова у Сегеля в тот день могла и не заболеть, или аптека попалась бы другая. В общем, вместо мединститута, о котором Света Савелова мечтала, она очутилась на съемочной площадке. Ее появление на экране, знаете, поражало тем, что поразило меня потом дальше и в работе с ней, и на сцене. Такое непосредственно. Вот как она стояла, так она вошла, и вот она так вот играет на сцене, и ты не понимаешь, что это, гениально, или это она просто по-другому не умеет. Вот как надо. Вот так лучше. Ну, пойдемте, я вас провожу. Ну, пойдемте, пойдемте, больной. Партнером Светланы стал Леша Локтев, мальчик из Орска, студент ГИТИСа. Он меня там сразил. Вот он меня сразил в этой картине. Он был невероятного обаяния, Леша. Ну, невероятного. Да и время то, самое начало 60-х, было невероятное. Молодое время. Погода всегда солнечная, даже когда снег и дождь. Жизнь небогатая, но при этом абсолютная уверенность в завтрашнем дне. Мы гоняли вчера голубей, завтра спутников пустим в полет. И непременно будем счастливы. Ощущением грядущего счастья пронизано все. Девочка стал стенной косой. Прическу тут же прозвали «Я люблю ремесленника». И мальчик-ремесленник, уезжающий на далекую сибирскую стройку, навсегда останутся лицами того времени. Писем это писать будешь? Нет, не буду. Не буду тебе писем писать, но тебя очень люблю. И всю жизнь буду с тобой. Съемки фильма окончились, но счастливая сказка продолжилась. И окончится она еще не скоро. Светлану Савелову приняли в Щукинское театральное. Она была очень хорошенькая, такая бриджитка, такая вот, блондиночка с голубыми глазами. Ну, узнала себе цену. Она такая, как сказать, у нее такая была провинциальная своя гордость, она из Севастополя. Но при этом она такая была очень коммуникабельная, веселая, такая с юмором хорошим, ну, симпатичная. За ней многие ухаживали, потому что она была очень хорошенькая, естественно. И я в том числе по молодости там. Ну, такие флирты были такие, легкие, молодежные, собственно. Я пришел, чтобы помочь вам. Только вас еще здесь не хватало. Правда? Легкий флирт у Валентина Смирницкого со Светланой Савеловой ни во что не выльется. Хотя они и сыграют влюбленных прелестной комедии «Семь стариков и одна девушка». После этого фильма пути Смирницкого и Савеловой навсегда разойдутся. А вот с бывшим партнером Светланой Лешей Локтевым Смирницкий долгие годы будет встречаться почти ежедневно. Мы работали, я на Малой Бронной, а он в театре Пушкина, это рядом. Ну-ка, ну, мы постоянно пересекались. Он был одним из любимых актеров Равенских, Бориса, известного театрального режиссера того времени. 62-й год, подходит человек к нему и спрашивает, «Знаешь, кто я? Режиссер. Будешь со мной работать? У меня распределение в другой город. Ну и что? Как? Диплом не дадут? А на что он тебе нужен? Ты будешь работать со мной?» И он говорит, и вот со мной произошел какой-то взрыв мозга, и я даже не знаю, что. Я не умом, не рассудком, а сердцем, вот интуитивно вдруг поверил. Поверил и сказал, буду. Он говорит, ну тогда пойдем. И вот так Алеша познакомился с Борисом Ивановичем Равенских, который, конечно, стал для него на свете всем-всем-всем. А вы слышали когда-нибудь в своей жизни, как я играю на скрипке? Да не смеши ты меня, Бога ради. Равенских был очень суровый, строгий. Он орал так, что можно было всех святых выносить. И тут же был ласковый. В театре имени Пушкина Нина Попова и Алексей Локтев много играли вместе. Фамилия Локтева на афише гарантировала аншлаг. Лешка был изумительный. В нем была невероятная нежность, совершенно бешеный темперамент. И он умел любить. Это очень мало кто умеет на сцене любить. В него, мне кажется, тоже невозможно было не влюбиться. Леша, естественно, этим пользовался. Вечером он приходил на репетицию. По-моему, у него было два костюма. Светло-серый и темно-серый. В рубашке элегантной с галстуком. Если ночью он шел гулять, то он приходил в этом же костюме, но весь раздристанный. Актерский талант и темперамент Алексей Локтев унаследовал от мамы, игравшей в любительском театре. Леша был очень музыкальный, очень пластичный артист. Вот внутренняя музыкальность, музыкальность слова, музыкальность, так сказать, порывов. У него не было каких-то каких корявых движений. Это все было как-то очень гармонично, пронизано какой-то внутренней музыкой. Ты что, писатель? Нет. Молодой человек, знаете? Монтажный. А это что? Это я для нас многотиражки написал. Гриппом болел, делать было нечем. Со Светланой Савеловой Локтев не встречался и не перезванивался. Но несколько лет спустя, после первого фильма, жизнь их экранных героев словно бы получает продолжение. Почти одновременно выходят фильмы «Зеленый огонек» Велена Азарова и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия. В первом юная героиня, получив диплом учительницы, едет на работу в Сибирь и на один день задерживается в Москве, чтобы посмотреть столицу. Во втором начинающий писатель из Сибири приезжает в столицу показать знаменитому мэтру свою первую публикацию. Они встречают самых разных людей, влюбляются и навсегда проникаются очарованием Москвы, старинной и одновременно очень молодой. Что, первый раз в Москве? Почему вы так решили? Я не очень похожа на москвичку? Нет, похожа. Куда поедем? На Ярославский вокзал. Куда? Только мне, пожалуйста, через центр. Да. Все правда о молодой Москве. Там замечательный, вот я помню фамилию кинооператора, Листопадов. Красивая поэтическая фамилия. И он так и снимал. Куски Москвы, снятые в таком романтическом духе, было свободно, легко, машин мало. Вообще, конечно, время было золотое. Почему? Потому что мы были молоды. Каждый должен быть выдающимся на своем месте. Верно? Наверное. Ну, я пошел. Идите. Ну, пошел. Старый москвичок с зеленым огоньком кружит по Красной площади, лужникам, черемушкам. А за окнами автомобильчика мелькают лица, лица. И не разобрать, кто здесь коренной москвич, а кто проездом. Кто родился вот в этих домах, а кто приехал покорять этот город. Ну, она всегда немножко такая была сумасшедшая, немножко суматошная, немножко какая-то, поскольку столица, то в нее втекали, значит, из провинции втекали люди. Ну и до родища, а? Твои коллеги. Приезжай. Как и в «Зеленом огоньке», в фильме «Я шагаю по Москве» город становится главным героем. Таким же, как четверка молодых людей. Одного из них сыграл Алексей Локтев. Скажите, как к строительному переулку проехать? Где сходить? Я не знаю, я приеду. К какой переулок? Строительный. Строительный. Где-нибудь в районе черемушек. Да нет, все не так. Какие черемушки? Ну, при чем тут черем? Это вообще одна из первых импрессионистических картин отечественного кинематографа, совершенно неповторимый фильмы о нем. Георгий Николаевич Данелий сказал, что все свои фильмы в одном интервью я прочитал, он бы мог снять еще раз, а вот «Я шагаю по Москве» – нет. Но это не фильм о Москве в таком понимании географическом. Это вот такой импрессион, это отражение, может быть, вот оттепели ренессансов такого, невероятная свобода, невероятная светлость этой картины, ее настроение. Счастливые, кого встречают? эти свои 500 рублей на «Мосфильм» получили, и он говорит, ну что, поедем куда-нибудь, отметим это дело. Я говорю, ну давай поедем. Он говорит, поедем в Плезень, это пивная была на территории, значит, парк культуры имени Горького. Приехали туда, а он тогда, у него был период такой, он выпивал тогда. Но это не носило какого-то такого злостного характера, так это было все в рамках. А потом, я потерял его из виду, на очень долгий период, на несколько лет. За этот период случилось многое. Фильмы «Я шагаю по Москве» и «Зеленый огонек», грань, за которой осталась оттепель, и началось другое время. Пограничная черта, за которой кончилась юность героев и тех, кто их сыграл. Началась взрослая жизнь, где и вести себя нужно было по-взрослому и постараться сберечь свалившуюся удачу, что часто бывает еще труднее, чем поймать ее. Я когда пришла в театр, в наш театр Ленинского комсомола, то в фае висела фотография, значит, Светочки. И когда Марк Анатольевич стал ставить спектакль «Автоград-21», и он ей предложил роль жены Олега Янковского. И Марк Анатольевич, он на репетициях, он хохотал, он забывал вообще, и говорил, давайте еще повторим. И вдруг я вижу в его глазах, он поражен вот ее необыкновенным естеством, как кошка. И при этом она могла играть очень трагично. Лучшая роль Светланы была в спектакле «Три девушки в голубом», который в начале 80-х потряс театральную Москву. звездный состав. Татьяна Пельцер, Инна Чурикова, Борис Чунаев, Светлана Савелова, Людмила Поргина. Все они по пьесе родственники. Живут в старом-престаром доме, где все сыпется, рушится, и все пьют. Мне надо было, говорит, играть простую женщину, простую, понимаете? И у меня это ну никак не выходило. Я говорю, Свет, ну вот подскажи мне что-нибудь там все. Она говорит, что ты скажешь? Ну просто выйди на улицу, посмотри, как они все ходят, как они разговаривают, там все. И я вдруг поняла, что она все подмечает. Она говорила такую скороговорку, потому что ей ехать, у нее больно ребенок, там все у нас, все больные дети. Она все время прибегала и убегала, прибегала и убегала. Даже когда сидела за столом, поднимала рюмку, на ногах могу все пальчики перецеловать. Ты поняла, Вит? Я вообще за него всех задушу. Пройдет немного времени и поднятая рюмка станет печальным атрибутом ее существования. Та же беда постепенно входила и в жизнь Локтева. Он по-прежнему много играл, выкладываясь на каждом спектакле до изнеможения. Когда он выходил, сколько сил, энергии, здоровья, как он выворачивал себя. Потом, вот что с собой делать-то? В 30 лет на съемках фильма «Семья Коцюбинских» Алексей Локтев встретил очень красивую девушку. Влюбился. Светлана Ващинина переехала из Ленинграда к нему в Москву. Они стали играть на одной сцене. Родились дети. Но тут любимый режиссер Борис Равенских ушел в Малый театр. Взял с собой и Локтева. Но на новом месте у Алексея как-то все не складывалось. В 1980-м году Равенских умер. И Локтев совсем потерялся. Метался. Уехал в Ленинград. Пил не переставая. Начались ссоры с женой. Ну, он разводился там. Ну, дети были с ним. Дети были с ним. Все время с ним. И когда Света не стало, у них была потом у ребят очень трудная жизнь. Очень сложная. Я не буду рассказывать про всех их детский драматизм, который свершался. Но их приводил в себя и отдавал им всю свою любовь Леша. Они выросли поразительными. Светлана Лощинина ушла из жизни в 44 года. Буквально сгорела за несколько месяцев. И однажды после очередной попойки Алексей сказал себе «Ну все, хватит». И вот однажды еду я в метро в Театр Моссовета на работу. Толкучка в метро. Толкучка. И какой-то мужичок бородатый такой ниже меня ростом он, значит, толк... Ну, как-то мы с ним оказались тело к телу. Ну, я старался, как бы, чтобы вот мы с ним размежевались. И потом он мне говорит «Вы снимались в фильме? Я шагаю по Москве». А я настолько привык к этим зрительским вопросам. И у меня уже как-то это автоматическая реакция, ответ на это. А тут я взглянул на него. Это, кажется, Леша Локтев. С бородой, с усами. Я очень обрадовался. И он мне рассказал, что он... Сложно у него там семейная ситуация складывалась. И что он злоупотреблял алкоголем. А потом пришел к Богу. Глубоко верующей была женщина. Ее звали Елена, которая стала верным другом Алексея. Но случилось горе. Ее разбил инсульт. Алексей поклялся, что не оставит ее никогда. Он купил недалеко от Москвы домик в деревне. Сам его обустроил. Копал огород. Я думаю, что его приход в храм был связан с этим его чувством, личным чувством. Это итог и всей его жизни, жизни как служения. Потому что театр он воспринимал как служение. Свой экранный сценический талант любить Локтев доказал в реальности. Светлана Савелова этого сделать не сумела. Да как-то особенно и не стремилась. Дважды неудачно выходила замуж. Бросалась в романы, оставаясь все той же милой, прелестной женщиной-подростком, созданной для того, чтобы ею все любовались. Но голуби улетели, время шло дальше. И стрелки часов вращались все быстрее. У Коли роман был с ней. Да, у нее был роман. Я это знала. Но не сложилось, как бы, мама Колина, она была строгий человек, она не приняла ее. Вот ее какую-то простоту, что она курит сигарету, что она может, что сказать резкое какое-то. Она не приняла ее. Вот это, как бы, это была ее изюминка. А она ее не приняла. Но потом они просто с Коли разошлись, она увлеклась там еще, а другим нашим актерам стали говорить, что она выпивает с тем человеком. Ленком – один из немногих театров, в котором алкоголизм – приговор. Марк Захаров пьянство не выносит и не прощает. Он снял Савелову со всех ролей. В кино ее тоже перестали приглашать. Потом она вышла замуж за какого-то жуликоватого милиционера. Поменяла квартиру в центре Москвы на далекую окраину. В театр приходила только за своей мизерной зарплатой. Дай кусочек. Спасибо. А мне? Да ешьте. Ну и балует тебя, Таня. А мне-то что? Пусть их балует. Алексей Локтев стал актером Духовного театра «Глаз». Потом сам стал писать пьесы, ставить моноспектакли и ездить с ними по всей стране. А однажды сбылась его мечта. На одной афише соединились, как давным-давно, когда-то два имени – Равенских и Локтев. Алексей написал пьесу «Последняя любовь» Достоевского и предложил роль Анны Сниткиной Шуре Равенских, дочери Бориса Ивановича, актрисе театра Маяковского, которую знал с самого ее рождения. Шура согласилась. Пьесу включили в афишу театра. Что-то я не припомню, что бы меня так встречали. Да, люди плакали, целовали меня, падали в обморок. Да, студенты бежали, один лишился чувств. Это были гастроли в Тольятти, когда ему не давали договорить последний монолог. Вообще не давали. После каждого кусочка, после каждого абзаца взрыв в зале, взрыв аплодисментов. И мы растерялись, музыка финала началась. И все встали. Зал стоя приветствовал Локтева в этой роли. И он шептал мне только в ухо. Это что ж такое делается? И дрожал голос. А вот дальше было следующее такое явление яркое. Отмечали 40 лет фильму «Я шагаю по Москве». Отмечали в Сочи, на кинотавре. Как правило, особенно гости кинотавра, они фильмы-то все не смотрят. Часто время на пляже проводят. А тут все пришли. И мы, значит, все выступали там, говорили, хорошо говорили, а потом прошли сквозь зал. Направились мы к ресторанчику, где хозяин был грузин. И там был, значит, фонтан на столе из вина. Я вдруг вижу, что Леша морщится, Вадим Иванович Юсов морщится. Ну, сказали, значит, хозяину ресторана, заменил это на боржоми или что-то такое, все прошло благополучно. Светлана Савелова, чтобы начать все сначала, сил в себе не нашла. Она умерла в 57 лет в страшной бедности. Ее тело пролежало в полупустой запущенной квартире несколько дней. В шкафу не нашлось ни приличного костюма, ни белья. Хранил ее театр, в одежде взятые из реквизита. Провожали в последний путь только бывшие коллеги. В нашей профессии это часто бывает. Человек взлетает неожиданно и так же неожиданно падает. Бог хранит всех. Только срок хранения разный. Вот тут срок хранения почему-то он был короткий. Это очень жаль. Я думаю, что она бы еще много могла что-то сделать. Экранные друзья Алексей Локтев и Евгений Стеблов в последний раз встретились в 2006 году на Тверской. И он мне кричит, вот я его таким запомнил, он мне кричит, Женя, а я алтарничаю, такой радостный, счастливый, алтарничаю. То есть он служил в храме. У Шуры Равенских в гримёрке на столе стоит иконка Божьей Матери. Её принёс Лёша. Сказал, когда тяжело тебе, помолись, и всё будет хорошо. Шура не хочет верить в его гибель, случившуюся на кинофестивале «Амурская осень». А он не хотел ехать, но он строил часовню за свой счёт. Ему нужны были деньги заработать. Вот он поехал. И там вот произошла эта автомобильная авария, в которой, в общем, все выжили, кроме Лёши. Царствие его небесное, что сказать. Артист замечательный. И остался его светлый облик. Я шагаю по Москве, прощайте, голуби, и других картинок. Ну, в общем, он одно из лиц поколения. В год смерти ему было 66 лет. Стараниями Шура Равенских и других актёров театра Маяковского в родном городе Алексея Лоптева, Орске, появилась недавно улица его имени. Если отмотать назад киноленту жизни, парнишка-ремесленник запускает белоснежных голубей, и они взмывают, парят высоко в небе. А с земли смотрит восторженно на летящих птиц и на паренька девочка с толстой косой через плечо. Они ещё ничего не знают про себя. Ни они, ни те юные артисты, что исполняют их роли. Но они переполнены счастьем. И это счастье потоком льётся с экрана на нас, сегодняшних зрителей. И мы тоже верим, пусть летят они, летят и нигде не встречают преград. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok